Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели! Программа «Встретились», поговорили в студии Олег Пека, мне помогает Родион Золотарёв. Сегодня мы поговорим о фестивале «Станиславский ЛВ», который привёз нам в город, в Ригу, замечательные, прекрасные спектакли. И сегодня в нашей студии народный артист Российской Федерации, главный режиссёр Центрального академического театра Российской Армии и замечательный театральный режиссёр-педагог, который как раз-таки и привёз своих студентов Театрального училища «ГИТИС» на фестиваль «Станиславский ЛВ». Борис Афанасьевич Морозов, здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Скажите, ну вот так всё звучит, главный режиссёр Центрального академического театра Российской Армии. Вот кажется, что вам по статусу полагается управлять, как полководцу высокого ранга, управлять генералами. Ну то есть народными, заслуженными артистами. Вот как кажется, вот размениваться, что ли, на молодых ребят? Неужели никого нету, кто бы там помельче рангом ими занимался? Да что вы! Чтобы командовать народными артистами, как раз нужна энергия. А эта энергия как раз в этих молодых ребятах. Вот мы приехали к вам. Во-первых, здравствуйте! Мы очень благодарны, что мы у вас в этом городе. И вот вроде погода такая ненастная, да? Но я увидел глаза моих студентов. Сейчас вот мы приехали в Дом Москвы, где будем завтра играть спектакль, послезавтра будем играть свой мастер-класс, класс-концерт. Они горят, эти глазёнки у молодых ребят. Они такие радостные, они такие вдохновлённые. И, конечно же, общение с ними, это как раз необходимо. Необходимо для того, чтобы чувствовать молодёжь, чувствовать время, чувствовать их дыхание, чувствовать их энергию. И подчас я именно когда, ну что говорить, и устаёшь, и какие-то проблемы, и какие-то конфликты даже в театре. И там театр-то огромный, 80 с лишним человек, только труппа. Вот. То приходишь в ГИТИС, приходишь к своим ребятам, приходишь к своим студентам. И понимаешь, что энергия в тебя входит. И, как говорится, можно жить дальше. Какое оно, это молодое поколение, чему вот их нужно в первую очередь обучить? Потому что я знаю, что вы во многих своих интервью вспоминали вот как раз свои годы обучения ещё в Народном литературном театре. Вот Леонид Леонидовича Боленского, Ааруна Михайловича Кербеля, которые давали вам как бы те знания, которые вы по эстафете уже передаёте новому поколению. Вы знаете, я очень вам благодарен, что вы вот назвали имена этих моих, действительно, моих учителей. Но это так как-то далеко уже. Это Челябинск, это Политехнический институт, это действительно студенческая самодеятельность, студенческий театр «Манекен». Потом это литературный театр при Дворце Железнодорожников, который создал Леонид Леонидовича Боленский. И там Ааруна Михайловича Кербеля, и там я впервые как бы открыл какие-то свои для себя прелести и сложности театра, мира театра, литературы, поэзии. И, конечно, это мои учителя, но если говорить о вообще пути, творческом моём пути, то это, конечно, это 68-й год. Это мой приезд из Челябинска в Москву, поступление в ГИТИС. И это встреча с самым главным человеком в моей судьбе, народным артистом Советского Союза Андреем Алексеевичем Поповым. Вот это действительно такой судьбоносная встреча. И я сейчас так случилось, когда я сижу в кабинете, где в своё время сидел он, где он меня как студента принимал и разговаривал со мной. Я чувствую вот это время и чувствую такую благодарность за то, что судьба мне подарила встречу с этим великим артистом. И я бы даже сказал больше, с этим художником, с этим мастером. Потому что тот курс, который он возглавил, а курс был очень такой непростой и замечательный, с одной стороны. Ну, одно слово сказать, что мои однокурсники это Анатолий Васильев, это Иосиф Рехельгаус, это состоявшиеся мастера сейчас. Толя Васильев вообще, как бы так сказать, международного класса, режиссёры. И вот этот курс, который набрал Андрей Алексеевич Попов, ну вот это целая эпоха. Целая эпоха встречи и потом с Андреем Алексеевичем Поповым. А ведь в Театр Российской Армии в 95-м году главным режиссёром я уже пришёл второй раз. Потому что после окончания ГИТИСа в 73-м году, даже в 72-м году, Андрей Алексеевич Попов позвал меня ещё студентом. И я молодым, молодым. Мои первые режиссёрские работы, мои первые режиссёрские шаги были там, в Театре тогда Советской Армии. Ну а, и кстати говоря, в педагогику, в ГИТИС в 75-м году тоже Андрей Алексеевич Попов меня позвал и привёл. И он для меня открыл, как говорится, и красоту, и сложность, и необходимость общения с молодым поколением. Поэтому вот учителя это, конечно, определяют для нас, для людей творческих, они определяют, в общем, очень много. А для режиссуры это вообще, режиссуры это, в принципе, режиссуры что такое? Это мировоззрение. Как ты смотришь на жизнь? Отсюда выбор пьесы, отсюда поиск драматургии, отсюда поиск решения той пьесы, которую ты выбрал. Потому что пересечение как бы вот жизни и театра, это и высекает как раз твоё решение. Я вспоминаю 70-й год, был год, столетие Владимира Ильича Ленина. И ГИТИС весь был со всеми работами, был, как говорится, направлен на то, чтобы играть Лениниану. Там и третья патетическая была, там и кремлёвские куранты были. И только один курс в ГИТИСе, курс Андрея Алексеевича Попова, вышел на экзамен с такими авторами, как Гоголь, как Шукшин, как Олби, как Ионеско. И Андрей Алексеевич, он, как сказать, мужественно пошёл вот на эту свободу на нашем курсе только с одним условием. Он сказал, выбирайте отрывки, вот те, которые вам хотелось бы сегодня поставить. Но, с одним условием, я, как художественный руководитель ваш, должен очень точно понимать, почему вы сегодня взяли того или другого автора. И отсюда прямой ход к сегодняшнему вашему фестивалю, то бишь фестиваль Станиславский. То есть, вот это в системе Станиславского, вот это понятие, которое звучит достаточно, может быть, не очень, как сказать, поэтично, что такое сверхзадача, да? Но это вот этот вот смысл, смысл театра, смысл той встречи, которая происходит ежевечерне, когда один человек, зритель, приходит на встречу к другому человеку, к актёру, с тем, чтобы что-то услышать. А артист должен что-то такое интересное рассказать этому человеку, чтобы тот не пожалел, что он пришёл в театр. — Ну вот как раз завтра можно будет в Доме Москвы посмотреть «Ромео и Джульетту». А 5 декабря вот класс-концерт «Формула любви», причём, ну, может быть, наших слушателей сейчас и смутит. Вот что ж такое класс-концерт, чем он отличается от… — Если позволите, несколько слов про «Ромео и Джульетту». Вы знаете, это особенный спектакль, хотя он дипломный спектакль нашего курса, но он особенный тем, что это самостоятельная работа студентов. Мы в практике обучения придаём большое значение самостоятельным работам ребят. Это, конечно, идёт не сразу, не на первом курсе, это идёт даже не в первом семестре второго курса. Это идёт, как правило, этот смотр самостоятельных работ. У нас происходит на втором семестре второго курса, когда ребята уже определённым образом посвящены в методологию разбора, в методологию репетиций и так далее. И тут мы предоставляем полную вот ту свободу, о которой в своё время Андрей Алексеевич Попов давал нам. Но только это актёрская свобода. Мы открываем им, даём им полный карт-бланш выбора драматургии. И вот на одном из таких просмотров самостоятельных работ ребята, студенты подготовили, сами подготовили две сцены «Ромео и Джульетта». Настолько интересно, что я вдруг посмотрел и подумал, а в этом может быть будущий спектакль. И дали возможность мы, педагоги, ребятам репетировать. И вот сейчас этот спектакль создан. Репетировал его Артём Ключников. В главной роли Катя Прокопец из Риги. Она приехала к нам учиться, она ваша землячка. А «Ромео» играет студент Женя Пуцилла из Белоруссии. И занят, по сути дела, весь курс. И вот для меня эта работа очень дорога. И с одной стороны, и с другой стороны, конечно, я волнуюсь, как это всё пройдёт. Это самостоятельная работа ребят. Это их взгляд на «Ромео и Джульетта». Это их ощущение этой истории. Это их ощущение сегодняшнего театра. Но при этом это и их уже, как бы сказать, выражение того, что они освоили за четыре года. Чему мы их постарались научить. Это вот завтрашний день. А послезавтрашний день – это, по сути, делает тот концерт «Формула любви». Конечно, «Формула любви» к чему? К театру. К своей профессии. И друг другу. Потому что там будет своего рода импровизация. Там будут отрывки из академических работ, из других пьес, из русской классики, из зарубежной классики, из зарубежной драматургии. Там будут какие-то восполняться номера по профилирующим дисциплинам, как мы говорим. А это что такое? Сцена речи, значит, будут читаться какие-то поэтические, прозаические отрывки. Вокал – это будет исполнение вокальных номеров. Это будут и упражнения по сцен-движению. Вот такой интересный, мне кажется, может быть опыт. То есть, мастер-класс и концерт как бы в одном. В одном, да. Потому что я планирую, что, конечно, не просто это будет концерт, а какой-то и мой рассказ. Почему этот отрывок появился, как он появился, как мы видим вот это обучение за 4 года подготовить ребят достаточно непростому периоду, когда они со студенческой скамьи пойдут в жизнь. А жизнь непростая, полна конкуренции, полна разных испытаний. Они должны быть готовы, они должны быть вооружены. А чем? Школой. А какой школой? Психологического театра. Того, что определено фамилией Станиславский. Но ведь, вот вы упомянули уже, действительно, конкуренция очень большая. Каждый год выпускают в ВУЗы огромное количество актеров. И очень сложно, ну понятно, что не всем удается играть в столичных театрах, на столичной сцене. Как вы готовите ребят к тому, действительно, что придется... Можно ли, ну разрешаете ли сниматься, предположим, в сериалах? Потому что я знаю, что некоторые смотрят там косо на это, как на профанацию по профессии. Вот какие-то такие моменты. Вы знаете, я разрешаю сниматься, но стараюсь, чтобы это было у них, скажем там, второе семейство третьего курса. Потому что если разрешить там на втором курсе, или, не дай бог, еще на первом курсе, они зеленые, они могут... Знаете, это вот как у скрипача. Вот как рука должна быть поставлена. И тогда он может исполнять все, что угодно. Так вот, вот за эти два года, за два с половиной года, это первый, второй курс, и половина третьего курса, мы стараемся поставить им вот эту руку, вот эту основу, научить их ощущать роль, разбирать эту роль, понимать эту роль, понимать драматургию, быть готовым. Ведь сейчас что говорить? Если они выходят сейчас в жизнь, то они могут столкнуться с самого разного рода, будем так говорить, методологией режиссуры. Да, и иногда просто нет режиссуры. Иногда... Это я просто знаю по опыту и по разговору с бывшими своими учениками. Они приходят и благодарят за ту основу, которую они усвоили, овладели, которую они получили в ГИТИСе. Они говорят, это наша, как сказать, это наша почва. И отсюда они могут уже, как говорится, экспериментировать. Знаете, в данном случае я хочу процитировать, замечательный наш кинорежиссер Козинцев сказал одну, на мой взгляд, великую фразу. Он сказал, чтобы заниматься эксцентрикой, надо очень точно знать, где центр. Мы стараемся, ребят, научить, всегда знать, где центр. А потом ты можешь, как говорится, выходить в любые эксперименты, в любые пробы, в любые, как говорится, предложения, которые идут им. Вот этот центр как раз и будет основой, как говорится, вот этого вечера формулы любви. Проводя аналогию, можно сказать, что самые лучшие джазовые музыканты – это те, кто получил классический образование, и дальше уже на этой основе может пробовать себя в импровизации. Но вот когда вот есть откуда отталкиваться, тогда… И то же самое художники, живописцы. Когда есть основа, когда есть классическое ощущение композиции, когда есть классическое ощущение линии, когда есть классическое ощущение цвета, а потом уже может быть все, что угодно. А там уже каждый ищет свою судьбу. Я нашим слушателям хочу сказать одну печальную новость. К сожалению, билетов на Ромео и Джульетта уже нет. А для нас радостно. Ну да, вот есть еще немножечко билетов на формулу любви на 5 декабря. Но я так понял краем уха, что если хорошо примут, а я уверен, что наша латвийская публика очень и очень доброжелательная, то есть надежда на то, что, может быть, еще вы привезете Ромео и Джульетту в будущем году. Да, есть, возможно это. Ну, знаете, как всякий театральный человек, он по-своему суеверен, не хочется загадывать, не хочется говорить сразу об успехе и так далее. Но желание у нас есть приехать еще раз, приехать не только с Ромео и Джульетта, может быть, с каким-то другим дипломным спектаклем. У нас несколько и дипломов. Ну и Ромео и Джульетта привезти, конечно. Ну, Катя Прокопец-то должна показать своим, как говорится, и одноклассникам, и учителям, где она училась, что она играет, как она играет в Джульетту. Я ее очень хорошо понимаю в этом отношении. Ну да, поэтому я вот просто нашу публику готовлю, что если не удалось в этот раз, ну тогда вот ждите, ищите на афишах, когда привезут Ромео и Джульетта во второй уже раз, уже в будущем году. И вот, говоря про студентов, вот есть ли действительно такая проблема, может быть, в том, что какой-то студент кажется нерадимым? Ну, мы сколько раз слышали о том, что многие известные актеры, может быть, в период обучения могли, ну, какие-то с ними происходить сложности, они могли уйти, условно говоря, в загул, они могли какие-то, и там буквально выгоняли, затем снова принимали, вот веря в то, что есть в них талант. Вот как найти, как не пропустить талант, вот действительно талантливого актера? Ну, это очень, как сказать, ну, тему загула мы оставим в стороне, потому что это как бы не очень относится, хотя относится к творчеству и так далее, а если говорить об этом, то действительно каждый развивается непредсказуемо сам, иногда бывает так, что парень или там девушка, студентка приходит там на первом курсе блестяще, все, второй курс блестяще, но и останавливается, а кто-то очень робко начинает идти свой путь обучения, и вдруг на третьем, на четвертом курсе как выстреливает, и в какие-то бывают ситуации, что он просто по своему таланту, по своей одаренности обгоняет того, кто на первом курсе был там от него достаточно высоко, и поэтому тут непредсказуемо, тут уже, как говорится, во многом определяется, ну, что ли, интуиция с одной стороны, а с другой стороны, я это всегда, как говорится, говорю и педагогам, и сам, ну, надо очень осторожно, как говорится, ставить печать, уже, знаете, говорит, ну да, вот он такой, а отсюда вырастает огромная ответственность набора, вот когда набираешь тут очень важно и не пропустить, и угадать, а уж если взял, будь ответственен за это. Очень хорошую фразу сказал один из педагогов у наших ГИТИСа, когда он собрал первокурсников, только-только пришедших, по сути дела, вчерашних абитуриентов, он сказал замечательную фразу, он сказал, говорит, в мировом театре было все, кроме вас. Вы понимаете, это очень важная фраза, она вообще лежит в основе Станиславского, она вообще лежит в основе психологического театра, потому что непредсказуема душа человека, который выходит на сцену. И для меня лично самое интересное в театре – это человек, он непредсказуем. И уже мой опыт просто подтверждает это, что иногда, предполагая какой-то результат, артист тебе дарит такую интересную вдруг возможность увидеть ту ли роль, ту ли сцену, раскрыться так, как ты даже и не предполагал. Поэтому здесь надо быть очень-очень внимательным и осторожным с точки зрения вот такого вот отношения, кого отчислить там или еще там что-то вот это. Но ведь даже и в театре, вот я помню, что в воспоминаниях Олега Валерьевича Басилашвили у него было, что он долгое время в театре, ну, ему не давали ролей, и в какой-то момент он даже хотел уйти из театра, и потом вдруг вот, ну, ему как раз-таки дали зеленый свет, то есть вот он понял, что его выдерживали, вот какое-то время вот к нему присматривались, выдерживали, вот когда поняли, что он созрел, он это получил. Но ведь вот не каждый актер может, наверное, ну, понять, кто-то может обидеться, кто-то может отчаяться. То есть это тоже такая вот нервная ведь профессия тонкая. Да, вообще театр нервная профессия, вообще актерская профессия, она вообще вся соткана из обнаженной нервной системы, потому что нельзя безразлично рассказывать историю. Если ты выходишь на сцену, то, значит, эту историю ты чувствуешь, как тебе необходимо рассказать. И это может быть очень веселая история, это может быть трагическая история, это может быть мелодраматическая история, а может быть все вместе, но важно, чтобы вот эта история была артисту, чтобы она его обжигала. Знаете, вот такой великий режиссер Гончаров Андрей Александрович, да, у него была замечательная фраза, которую он говорил артистам, он говорит, обжигайтесь предлагаемыми обстоятельствами. Вот предлагаемые обстоятельства, по сути дела, это, ну как, это пьеса, вот обжигайтесь ею, тогда у вас будет, так говорится, результат театра. А в чем результат театра? Ведь театр не на сцене, театр между сценой и зрительным залом, вот эта вольтовая дуга, когда возникает, сопереживание ли, и как, чем прекрасен психологический еще театр, что вот, скажем там, вот, в зрительный зал приходят люди, незнакомые, разного возраста, разной профессии, разного вероисповедания, разного культурного уровня, приходят для чего? Чтобы посмотреть какую-то чужую историю, не их касающуюся. Вообще, завтра будем смотреть «Рамо и Джульет», она отодвинута от нас веками, да, и вдруг возникает момент, когда они все вместе начинают сопереживать, они начинают вместе чувствовать или, как сказать, чувство радости, чувство любви, чувство негодования, они все вместе. И театр тогда дарит, может быть, самую великую, выполняет великую миссию. Он говорит, что мы не одиноки в этом мире, что мы вместе. И еще один момент театр дарит, это он нам не дает, в нас не дает угаснуть чувству сопереживания за другого человека. Это очень-очень важно, мне кажется, сегодня. Мы продолжим беседу буквально через несколько минут. Я напомню, что сегодня у нас в студии народный артист Российской Федерации Борис Морозов. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Мы говорим с народным артистом Российской Федерации Борисом Морозовым, главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии. Вот, может быть, мы все говорили, конечно, про педагогическую деятельность. Студенты театрального училища ГИТИС привезли Ромео Джульетту и класс-концерт «Формула любви» в доме Москвы, вот завтра-послезавтра. Но я понимаю, что это ведь огромный, совершенно, самая большая сцена в Европе, да? Это драматический. Драматический театр. То есть там практически, я читал, что где-то в одном из спектаклей выезжал танк на сцену. Было, но это еще в 50-е годы, когда театром руководил Алексей Дмитриевич Попов и так далее. Но сейчас у меня в одном из спектаклей просто ездит грузовая машина «Полуторка». То есть я когда прочитал, что у вас малая сцена, это 500, зал на 500 мест, то есть это обычный наш театр большой. То есть, конечно, вот понятны эти огромные масштабы. И я понимаю, что ведь наверняка это, ну, есть оборотная сторона медали. Очень трудно вывести на гастроли спектакли, которые для этой большой сцены. То есть если вы поедете к нам с танком, у нас, по-моему, вот примерно такие же вооруженные силы. С танком мы не приедем. Ладвийской армии. С танком мы не приедем. Нет, потому что у нас сейчас как бы, ну, очень спектакли классические. Вообще у нас что сейчас? У нас 89-й сезон театру Российской армии, то бишь театру Красной армии, театру Советской армии, театру Российской армии. Это у нас 89-й сезон. И вот следующий сезон у нас будет юбилейный сезон. С одной стороны, и следующий год у нас объявлен годом театра. Поэтому очень ответственные в этом отношении. И, конечно, я вот главным режиссером театра с 95-го года. И, конечно, вот то, что вы говорите о нашей большой сцене, естественно, с одной стороны, это огромное пространство. И не так просто его, как говорится, вот освоить, художественно освоить. Освоить так, чтобы вот этот момент соприкосновения со зрителем, он был, потому что это огромный зал на 1400 человек. Причем это без балкона. Ну, я могу сказать, вот, скажем, КВН. Вот мы даем возможность КВНу, это в нашем зале. Вот когда вы смотрите КВН, вот просто кто хотел бы понять вот это величие зала и такая же сцена большая. Но я могу сказать, большой круг у нас, у нас два круга. Круг, а в нем еще малый круг. Большой круг у нас диаметром 26 метров, а малый круг у нас 13 метров. Я сейчас объясню вам, почему я назвал эти цифры. Так вот, это значит 89-й сезон. Чем, вот непосредственно, вот чем сейчас мы живем? Вот я сейчас вернусь от вас. Что, вот, в конце сентября состоялась для нас очень важная премьера. Это спектакль, мной поставленный, по инсценировке «Красного колеса» Александра Саевича Солженицына. 11 декабря, 100 лет Солженицыну. 11 декабря будет идти этот спектакль. Поставлен он на большой сцене, но он поставлен в очень неожиданном для нас, я еще так не делал, решении. Там зритель сидит на большой сцене, на большом круге, вот на этом, на 26 метровом. А все действие происходит на малом, на 13 метровом. Вот это красное колесо, которое вращается, где, как говорится, и действуют вот эти исторические ситуации, связанные с убийством Столыпина, и с отречением Николая, и с приездом Ленина. И вот это красное колесо там крутится и так далее. А когда распахивается экран, то как декорация возникает. Это наш красивый зал, где там есть, у нас есть там ложа, ложа, в которой по действию будет, подсидит Николай II с дочерьми и так далее. То есть, это вот такой спектакль, который для нас очень важен с точки зрения взгляда в историю. В историю, чтобы понять, а сегодня вот это красное колесо, оно продолжает крутиться или нет? Вот вы буквально снимаете мои вопросы. Да, и чтобы понять сегодняшний день, надо очень честно и очень постараться глубоко заглянуть то, что было. Потому что тогда есть возможность выбора сегодня, верного выбора. Дабы не случилась та катастрофа, которая случилась тогда. Дабы не случилось то кручение красного колеса, когда Россия была расколота, расколота белые, красные и так далее. Когда не поймешь, как же, где же это мы все были вместе же, мы были все. Почему вдруг произошел такой раскол? И как важно, чтобы этого раскола не было сегодня. Вот этот взгляд в историю, дабы понять сегодняшний день и с какой-то надеждой верного выбора заглянуть в будущее. Потому что что такое выбор истории? Он складывается из выбора каждого маленького человека, каждой маленькой судьбы. Человек делает выбор ежедневно. Он выбирает, так ли поступить, так ли поступить. А здесь, может быть, не поступить, но в этом тоже будет свой выбор. И отсюда складывается вот эта огромная, как говорится, река жизни и поколений, и народа, и отчизны. Вот это нам было важно в нашей инсценировке, в нашей постановке по Красному колесу Солженицына. Я должен сказать, что это у меня второе обращение к творчеству Александра Саевича. Первое было в 95-м году, в Малом театре я тогда работал. И была поставлена его одна из самых ранних его пьес «Пир победителей». Тогда это было приурочено к 9 мая, и был поставлен. Вот это второе обращение. И, конечно, вот мы сейчас... А театр живет очень напряженно. Театр репетирует, театр ездит. Мы постоянно ездим, занимаемся военно-шевской работой. Мы выезжаем к нашим воинам. Это заложено было в истории, это заложено было в основе жизни нашего театра. Это было всегда. Это было выражено в 19 фронтовых бригадах в Великую Отечественную войну. Это было выражено в судьбах наших артистов. Даже вот я просто могу сказать, замечательная, великая актриса русская, народная артистка Советского Союза Нина Афанасьевна Сазонова. Она в 24 июня, провожая наших на фронт, на Белорусском вокзале выступала и, как говорится, желала своим творчеством, пела им, ребятам, которые уезжали на фронт. И 9 мая 1945 года она выступала в Берлине. Вот, понимаете, в этом есть определенный какой-то символ всего. И, естественно, после этого театр всегда выезжает. И в этом даже году мы были в Петропавловске, на Камчатском, и на Дальнем Востоке, и в Белоруссии выезжали с концертами, со спектаклями. И, что сказать, я, ну, у нас есть и спектакли, у нас есть богатейший репертуар, где есть и зарубежная классика. Буквально вчера шел спектакль «Сон в летнюю ночь» на большой сцене Шекспира. У нас идет «Царь Федор Иоаннович», для меня тоже очень важный спектакль, потому что вот эта трилогия Алексея Константиновича Толстого, это «Смерть Иоанна Грозного», где Грозного сыграл мой учитель великий Андрей Алексеевич Попов, то это продолжение, и, должен сказать, в планах у нас постановка третьей части «Царь Борис», обращение к русской классике, обращение к зарубежной классике, к современной драматургии. Кроме этих сцен, которые вы назвали, большая сцена, малая сцена, 500 зрителей, да, мы в этом году, весной, открыли экспериментальную сцену. На 100 человек зрителей с трансформирующимся зрительным залом. То есть мы можем рассаживать зрителей так, и так, и так. Эта площадка для нас очень важна для того, чтобы проводить эксперименты, давать возможность молодым режиссерам, молодым драматургам пробовать свои, как говорится, силы. И, должен сказать, что, как бы, с одной стороны, и трудно рождалась эта экспериментальная сцена, потому что она должна была вписаться в очень напряженный режим жизни репертуара театра, чтобы обеспечить и большую сцену, и малую сцену, и экспериментальную сцену. Но, как показывает время, вдруг это дало возможность нашим артистам по-другому себя ощутить с точки зрения просто методологии, когда зритель вот просто вот рядом с ним. Не как большая сцена, где он далеко, и он должен, как говорится, охватить это пространство, а вот он рядом, он может на шепоте что-то, и это дает возможность хорошего, как говорится, эксперимента просто в трупе, в работе с актерами. И вот буквально вчера у нас закончился очень интересный эксперимент, когда летом под руководством двух драматургов, Елены Исаевой и Ольги Михайловой, мы взяли шесть драматургов молодых, шесть молодых режиссеров, и они задали им темы, и они на эти темы драматурги написали пьесы, а режиссеры сделали эскизы будущих спектаклей, где были заняты наши артисты. И вы знаете, что-то получилось, что-то не было, а что-то очень получилось интересно. И возникает уже сейчас, как вот у меня, у главного режиссера, и я слушал своих коллег, народных артистов, тоже Покровскую, тоже Ольгу Богданову, наших ведущих артистов, Чудсину Людмилу Алексеевну, что они говорят, что это может быть вдруг выражено в каком-то хорошем вечере вот этих молодых режиссеров, когда будут сыграны, скажем там, две пьесы. Они короткие, они не такие, что там, ну, как полосы. А это пьесы о современности или исторические? Нет, это исторические, я должен сказать, да. Это пьесы интересны тем, что они, там одна пьеса затрагивает, это тему Тухачевского, вторая пьеса затрагивает тему, это 90-й год, это «Белый дом», «Преест Ростроповича», вот когда вот этот август 90-го года. Да, это одна пьеса посвящена Арктике, другая пьеса посвящена первым, первым часам начала войны. То есть, очень любопытные в этом отношении темы, которые интересно молодыми драматургами осмыслены. Не все гладко, но на то и эксперимент. То есть, вы, вот именно я, как предвосхищаете на шаг вперед, вопросы, живете не только классикой, не только постановками каких-то военных пьес, но вот именно такое дыхание времени, то есть, когда есть свои драматурги, которые могут... Мы ищем этих драматургов. Сейчас же тоже все непросто, понимаете? Потому что я, например, очень критически отношусь к определенному направлению современной драматургии, когда все очерняется, все говорится, что это плохо, это все и так далее. Я в этом отношении, значит, тоже хочу процитировать, значит, Конфуций, как сказал. Вместо того, чтобы кричать «темно, темно, темно», постарайся зажечь одну свечечку. Понимаете? И еще один момент тоже. Только мы собрались тогда, в 68-м году, наш курс «Мы молодые будущие режиссеры» с Андреем Алексеевичем Поповым. И я уже не помню, кто задал вопрос Андрею Алексеевичу. Андрей Алексеевич, а вообще зачем театр? И Андрей Алексеевич Попов ответил очень просто, ну, потрясающе, так глубоко. Он сказал, театр – это для того, чтобы помочь человеку жить. Да, лучше и не скажешь. Вот лучше и не скажешь, понимаете? И вот, когда берешь сейчас пьесу и вот смотришь, вот там заложено вот этот посыл, ты можешь говорить об очень страшных вещах, но посыл должен был быть, вот для того, чтобы помочь человеку жить. Но ведь вы пришли как раз в театр уже российской армии в 95-м году, в самое тяжелое время, когда ведь публика, ну, во-первых, была занята своими делами, в театр люди очень перестали ходить. И был момент, когда людей пытались заманить в театр, ну, буквально какими-то экспериментальными спектрами. Что там, боже мой? Я сам помню, что там испражнялись на сцене, там подмывались, раздевали актеров, актрис. То есть, там вот этот, как удалось, может быть, выдержать? Удалось. Мы на это не пошли. Удалось. Удалось, да. Нет, я не разделяю этого. Более того, знаете, я вот даже вчера, когда вот там разбирал какие-то работы молодых режиссеров и все, я сказал, что я исповедую вот этот момент, который лежит в основе, опять же, русского психологического театра. Это прежде всего, это глубочайшее уважение к пьесе, к автору, к драматургу. Это то, о чем говорил Томстоногов. Вначале туда, а не просто так, да, давайте возьмем Чехова, а здесь мы его, там, давайте перекомпонуем, а здесь вот это вот сделаем. Это, это, это не серьезно. Более того, я бы сказал бы, это неуважительно. Потому что Антон Павлович Чехов и Ижи с ним, я могу сказать, Булгаков, я могу сказать, там, Островский, Шекспир, еще там называть именно. Они так были взыскательны к тому, что они делают. И вот так сейчас прийти и давайте вот здесь, а здесь сделаем так, а здесь сделаем так, а потом, как говорится, это, на мой взгляд, глубоко ошибочный ход. Хотя я понимаю, что каждый ищет свой театр. Каждый идет своим путем. И, конечно, опять же, вот я вспомнил Антона Павловича Чехова, у него замечательная фраза в «Чайке», когда он говорит, ну, что толкаться, всем места хватит. Поэтому не надо исключать или, скажем так, отказывать кому-то в праве поиска, ради бога. Другое дело, что я думаю, что театр ведь такая штука, но все равно он обращен к зрителю. Зритель должен ответить. Чувствует театр сегодня его, его мысли, его озабоченность, его проблемы, его поиски, или не чувствует. И отсюда и возникает, современен ты или не современен. Вот говоря о современности, я помню, что даже те же самые «Ромео и Джульетта» был фильм «База Лурмана» с Леонардо Ди Каприо, где действие переносилось в наши дни, где, ну, сохраняя шекспировский текст, тем не менее, вот действие было в современности, то есть вместо «вложите шпаги в ножны», когда держали в руках пистолеты бандиты. Вот такое осовременивание, когда, не знаю, там Гамлет выходит, закуривает сигару. Вот это вот современность или несовременность? Для меня нет. Для меня несовременность. Для меня современность в мысли. Для меня современность в том процессе, в том вопросе, который возникает в результате просмотра. Если современный человек приходит в театр И смотрит ту или иную постановку И уходя после этой постановки Размышляет хотя бы чуть-чуть О том, как он живет Вот для меня вот это современно А это Я сейчас вас, как говорится, замучаю этими инцитатами, конечно Но вот по поводу опять этого Великий Брехт сказал Потрясать сердца и действовать на нервы не одно и то же Вот в одном тоже из интервью Вы сказали очень интересно По поводу распределения ролей О том, что часто бывает, как в футболе Вот пас на ход То есть вы даете роль актеру, который еще должен добежать до мяча Вот может быть, что вы вкладывали в эти слова? Ну, для меня вообще это самое интересное Потому что хоть и считается, что верное распределение – это половина успеха спектакля Но если говорить об артисте, о его росте, о его движении О том пути меня, как режиссера, в неизведанной вместе с артистом То вот эта предполагаемая роль, как тот мяч, который дается игроку Не в ноги прямо Зная, что он очень точно сыграет, он точно обработает этот мяч и так далее А дается вперед, на ход И ты еще не знаешь, сможет ли он добежать Но он бежит туда Если он добегает, это здорово Вот на вашем курсе ГИТИСа примерно так же получается То есть вот вы стараетесь ребят как-то, ну вот я не знаю, мотивировать Был такой фильм голливудский «Риплэш одержимость» его переводили Где обучая джазового музыканта, преподаватель был невероятно груб и жесток То есть он его оскорблял, кричал на него Но потом, как-то в конце фильма он объяснял ему, что я не хотел, чтобы ты расслабился Я понимал, что вот, ну, я хотел, чтобы ты стал гением То есть вот попытался сделать максимум, прыгнуть выше головы, условно говоря Вот как заставить, какой метод есть, чтобы мотивировать так, чтобы прыгнуть? Вы понимаете, нет общего метода Во-первых, каждый, как говорится, педагог, каждый творческий человек Он как бы исповедует, во-первых, свой театр и свой метод Поэтому тут нет такого общего А я-то вообще считаю, что вот у меня на курсе их 24 человека Вот в принципе идеально каждому нужно иметь свой метод Потому что одному можно, да, одного можно высечь И, как говорится, жестко поступить с ним Не жестоко, жестко А другому никаким образом не надо так делать Другому образом, наоборот, надо поддержать И даже так зачастую обрадоваться маленькому ему успеху Как какой-то победе, дабы он вдруг задышал Что как будто он вдруг какие-то почувствовал силы, уверенность и так далее Здесь, как сказать, тут работает уже педагогика Понимаете, вот во всем своем Как она дается, да, ну не знаю, как она дается Дается со временем, с жизнью Вот я с 75-го года работаю Начинал просто ассистентом у Андрея Алексеевича Попова Потом дальше, дальше Вот уже несколько выпусков, как художественный руководитель И, конечно, вот зачастую видишь, как вдруг Вот еще надо чему учить, ребят Надо уметь держать удар Вот надо уметь держать удар А удары разные бывают Они бывают и такие очень больные А бывает удар временем Когда вот вы говорили Что бывает пауза у артиста Так вот в эту паузу нельзя, как говорится, опустить руки Нельзя вдруг, как говорится, себя потерять Потому что нужно быть всегда готовым к сигналу судьбы Вот это обязательно будет Если ты готов к этому, то ты услышишь этот сигнал судьбы Ты услышишь этот шанс Который нельзя пропустить А если ты так будешь размениваться То и пропустишь этот сигнал, который идет сверху Ну вот таким, наверное, сигналом судьбы Это приезд на фестиваль Станиславский ЛВ Актерского факультета четвертого курса ГИТИСа На Ромео и Джульетта завтра уже нет билетов Но еще остались немножечко билеты на формулу любви Это класс-концерт, совершенно великолепное действие Такой вот мастер-класс и концерт в одном флаконе, если можно так сказать 5 декабря в 19 часов Приходите в Дом Москвы Может быть, лишние билетики Мне кажется, что прекрасная тоже традиция Спрашивать лишние билетики Это хорошо Спасибо огромное Спасибо вам большое Спасибо большое